Очень хорошо, очень хорошо. А почему нет? Кислород. Ходить, сидеть там и дышать хорошо, водичка. Сидят, рыбу ловят с самого раннего утра. Что они там ловят, не ловят, но рыбу ловят. Я потом один попался с мамой. Плавал, плавал, вот так глубоко, потом вот так лаз и все. Там нету акул. Ночью только акулы и усалки. Там самое главное, около Кабана надо дорогу делать, чтобы люди там бегали. Субтитры делал DimaTorzok новым, ярким, пронзительным откровением. Круто, что Казань на такое замахнулась и последовательно в своих действиях. Кабан – самая крупная озерная система в Татарстане площадью 186 гектар. Расположенная в черте города, она состоит из трех озер, вытянутых с севера на юг. Озера Кабана выполняют функцию экологического каркаса города Казани. Одного из главных таких звеньев, то есть важный звеной зеленый коридор. Верхний Кабан – самое маленькое озеро. Длиной почти в километр оно зажато между лесополосой, дорогами и частной жилой застройкой. Главная достопримечательность – красивейшая мечеть Шамиль, расположенная на правом берегу. Мне оказалось очень важно в конкурсных работах сохранить такой асис природы в центре города. То есть важно, чтобы были набережные максимально зеленые, чтобы использовались природные материалы. Средний Кабан – это самая большая озеро-система протяженностью более трех километров. На его берегах расположен построенный к универсиаде центр грибных видов спорта. Уже сейчас он принимает соревнования мирового уровня. Было бы неплохо, если бы у нас здесь продолжили этот остров и было бы водной канал. Чтобы берега были ровные, тренера непосредственно могли вести тренировку не с катера, а с берега. Озеро Нижний Кабан – самое благоустроенное из трех. Набережные выходят на центральные улицы города. Это одно из любимых мест отдыха горожан. Рядом расположены несколько важных культурных объектов. Среди них – театр имени Камала и мечеть Аль-Марджани. Если говорить в разделе озеро Кабан с точки зрения изменения инфраструктуры, безусловно, это повлияет косвенно. То есть это не прибавит резко количества туристов, которые приедут в Казань. Но в то же время это придаст определенную изюминку нахождению туристов. Современная Казань превращается в важный туристический и деловой центр на карте России. Здесь создаются возможности для инновационного бизнеса, спортивные объекты и жилая инфраструктура. Но главное – формируется запрос на новое качество среды – современные парки, набережные и скверы. Весной 2015 года по инициативе президента Татарстана Рустама Миниханова был объявлен открытый архитектурно-градостроительный конкурс. Лучшие международные команды получили возможность разработать и реализовать концепцию крупнейшего общественного пространства вдоль воды набережной системы «Озер Кабан». Чтобы разработать техническое задание для участников конкурса, его организатор – Агентство стратегического развития «Центр» провело комплексное исследование территории. Мы смотрели и социологические аспекты, и экономику, и культурное программирование, особенности того, что проводится. Анализировали экологические материалы, связанные с средой, состоянием воды, состоянием окружающей среды. Техническое задание обсудили сначала с жителями города, а затем вынесли на экспертный совет. Это независимый орган, который состоит из специалистов в разных областях, таких как водные ресурсы, ландшафтная архитектура, городской дизайн и экология, экономика, туризм, городской транспорт и маркетинг. Это будет успешный проект, который, безусловно, войдет в учебники по градостроительству и в Казани, и, наверное, в российских городах. Заявки на участие в конкурсе подали более 160 архитектурных бюро, но только 10 прошли в финал. Это международные команды из семи стран – Франции, Великобритании, Италии, Китая, Голландии, Испании. Техническое задание охватывало различные сферы, поэтому в составе команд работают самые разные специалисты. Для полного погружения в проект каждая команда выбрала свой путь – от встреч с жителями, социологами и культурологами, до ночных велопрогулок и игр с участием местных предпринимателей для лучшего понимания экономики пространства. Я считаю, что первое впечатление, особенно от места, оно наиболее яркое, потому что ты смотришь на то, что другие не заметили. Все, что можно было обойти пешком, мы обошли. Один человек предложил сделать колесо обозрения, которое частично еще заплывало бы под воду, чтобы можно было бы увидеть те сокровища, о которых все говорят. Я вообще никогда еще не встречала такое количество людей, которые хорошо знают свой город, любят его, хотят сделать его лучше и знают, как этого достичь и что конкретно им нужно. И такое количество людей, которые готовы включиться в работу. Я надеюсь, что этот наш первый опыт, он станет не последним. Мне хочется верить, что мы будем также обсуждать друг с другом концепции развития других общественных пространств города. Все проектные решения, полученные в ходе конкурса, основаны на новейших технологиях в области экологии, дизайна среды и понимания архитектурного пространства. Речь идет не только о набережных. Участники учитывали такие вещи, как экономика и социология воды в городе. Главным трендом, на который именно городу Казани стоит обратить внимание, является то, что по-английски называется «urban resilience». То, что пока, к сожалению, не имеет перевода в российской действительности, это использование водных циклов, циклов менеджмента сточных вод, ливневых потоков. Большинство участников вышли за рамки технического задания и предложили сценарий развития города шире, чем просто рекреационная зона вокруг воды. Проекты предлагают варианты выхода к Волге, новые виды предпринимательской деятельности и даже новые виды транспорта. Мы придумали башню дракона Зиланд, которая должна стать символом Казани, потому что это и есть символ Казани. Самым основным элементом в проекте является пешеходная дорожка, пешеходный путь, соединяющий все три озера. Создали сначала сценарий, придумали праздник на каждый день. Мы создаем три биосферы на озере Нижний Кабан, в которых представлен климат, другие климатические зоны, которые не свойственны Казани. Среди тех концепций, которые мне больше всего понравились, это концепции, которые явно концентрировались именно на градостроительной структуре города в целом. Мне очень отрадно, что практика, которую мы активно развиваем, на это многое сильно пришла сюда. Видно, что насколько отношение, в общем, теплое, скажем так, и такое, по-хорошему, правильное к этой истории. Это все сильная команда, сильная работа, ничего, что-то. Все это дело хорошо. И неожиданность. 1 октября в Казанской ратуши был назван победитель проекта. Им стал российско-китайский консорциум Turinscape and Map Architects с концепцией под названием «Эластичная лента. Бессмертное сокровище Казани». В основе концепции лежит создание зелено-голубого пояса вдоль озер, который объединит объекты природы, культуры, жилые пространства и транспортные сети. В рамках проекта предполагается создание трех типов ландшафтов, связанных в так называемые ленты. Первая – экологическая лента. Объединит все зеленые территории. Она предполагает систему самоочистки озер за счет естественных ресурсов. Культурная лента предполагает создание эффективной социальной инфраструктуры вдоль набережных озер. При этом все расположенные здесь объекты исторического и культурного наследия интегрированы в будущее развитие. Лента низкоскоростного транспорта, включающая в себя пешеходные и велодорожки, улучшит качество передвижения вдоль воды и свяжет все три озера друг с другом. Сейчас доступ к воде закрыт во многих местах. Мы же предлагаем сделать непрерывный пешеходный маршрут с возможностью выхода к воде. Это основная идея проекта – вернуть озеро людям. Победитель один, но очень много того, что мы хотели бы использовать в нашей дальнейшей работе. Проигравших точно нет, а выиграл город, выиграли горожане. Я надеюсь, в скором будущем они увидят реализованный проект. Я аплодирую. Аплодирую Казани, казанцам. Копилка идей, которая создана в процессе проведения конкурса, она позволит десятилетиями черпать из нее. Это выдающееся событие на самом деле, не только в рамках вот этого конкурса, а во всех конкурсных событиях последних лет. Ровно вот так делать, все устроить тут вообще не знаю. Все можно же делать. Место вот, жалко место. Там очень много уток, которые плавают, прям семейные. Уже у них эти маленькие детки. И вот они смотрю и поплыли, поплыли. Я там видел девчонку, она меня вот так, вот так крутила и купала. Очень интересно было, вообще классно. В проекте замечательная идея, которую, возможно, мы сегодня покажем, но не показали в основной презентации. Это плавающий клуб Айсберг. Это некий элемент, который может перемещаться по озеру Нижней Кабаны, который строится в первую очередь, и к которому подплывают на лодках. И там происходит полноценная ночная жизнь, тусовка. Это вообще супер идея, потому что в Казани мы поняли, что айсбергов нету. И нам нужно строить. Да, горы мы построили тоже. Но и айсберга тоже нету, поэтому мы решили как раз-таки сделать такой айсберг. И он будет плавать по кабанам. И вообще супер, особенно зимой. Будет очень таким привлекательным элементом. А ночь, когда там дискотека, представляете, такой звук тыш-тыш и свет.